практикующий психолог. Со мной сегодня двое моих гостей, двое моих партнеров. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория Унсерова. Я семейный кризисный психолог и рада участвовать в этом диалоге. Приветствую, Виктория, приветствую, Андрей. Благодарю, что пригласили меня принять участие в дискуссии. Я бы хотела представить себя. Я не являюсь сертифицированным специалистом в области психотерапии. Также у меня не было опыта работы психологом. Я выступаю здесь в качестве клиента, поэтому все, что я буду говорить дальше, это мнение, которое основано на моем личном опыте работы с разными психологами, психиатрами и психотерапевтами. Окей. Мы сегодня обсуждаем обиды. Стоит ли их прощать? Вот тема. Хочется верить животрепещущим. И первая на эту тему выскажется Анастасия. Пожалуйста. Ну, как человек, который, наверное, 60 или 70% времени своей жизни потратил на обдумывание, на анализирование своих, на, скажем так, на поддерживание и подпитывание своих обид, скажу, что на самом деле это главное. Главное то, чему нужно научиться, это прощать и проговаривать свои обиды. И все-таки я бы отметила, что стоит проговаривать свои обиды непосредственно с тем человеком, который когда-то был причиной этих обид. У меня, конечно, не со всеми я смогла это сделать, вот, но с некоторыми людьми, с которыми я взаимодействовала не так давно, и с которыми по случаю я встречалась, я могла обсудить те моменты, которые меня беспокоили. Но тут есть, во всяком случае, у меня небольшая загвоздка. С одной стороны, тебе становится легче в какой-то момент из-за того, что ты рассказала человеку то, что тебе было когда-то неприятно, то, чем он тебя обидел. С одной стороны, ты чувствуешь свободу, что ты высказался. Но, с другой стороны, этот негативный осадок все равно, во всяком случае, во мне остался. То есть, я не почувствовала полного освобождения, я не почувствовала полного прощения. И то, что я хотела бы получить от нашей беседы сегодняшней, это все-таки какой-то, ну, грубо говоря, инструкции, как же вот простить то, что тебя человек когда-то обидел, даже несмотря на то, что ты с ним это обсудил, ему все выговорил, высказал, и в какой-то степени он даже это понял и извинился. Вот. Но, тем не менее, как вот это сделать? Поэтому мне бы хотелось бы послушать вас, Андрей, и вас, Виктория. А стоит ли прощать обиду? Я думаю, что все зависит от того, обосновываешь ли ты это для себя, что ты обижаешься, ну, обоснованная ли это, на твой взгляд, обида или нет. То есть в моих случаях были как обоснованные обиды, так и необоснованные обиды. Но ведь обида может быть чем угодно, это может быть какая-то не совсем удачная шутка. Просто человек, допустим, не умеет, у него нет хорошего чувства юмора, и вот он как-то вот неудачно пошутил, и это тебя обидело, но человек сделал это не со зла. Или у человека, у твоего знакомого настроение плохое, он мог на тебя как-то вот сказать что-то очень резкое, вот, или как-то недобро посмотреть, ну, это так, утрировано. Вот. Однако есть вот такие обиды, я считаю, не только можно, но и нужно прощать. Но есть обоснованные обиды, когда, к примеру, тебя там кидают твои партнеры на деньги, или тебя подставляют в компании, или делают по отношению к тебе такие вещи, которые оказывают на тебя негативное влияние, негативное влияние твоему финансовому положению, или твоему физическому положению, физическому состоянию. Вот. Тут я считаю, что если человек способен на то, чтобы простить это, простить утрату денег, утрату, там, допустим, своего положения, или вред, нанесенный его имуществу или здоровью, то да, стоит. Если нет, то я считаю, что нет, не стоит. Но я могу ошибаться, поэтому, наверное, лучше всё-таки послушать людей, которые более компетентны в этом вопросе и которые лучше осведомлены. Ещё в дополнение хотела бы сказать, что я верю в психосоматику, я верю в то, что наши эмоции оказывают влияние на наше физическое здоровье. Опять-таки я это на себе чувствую, когда у меня долгое время я пребываю в стрессе, когда у меня на протяжении длительного промежутка времени переполняют негативные эмоции, это та же обида, злость, разочарование или гнев, то у меня начинает существенно портиться здоровье. И наоборот, когда вот у меня как-то всё идёт легко, естественно, всё хорошо или почти всё хорошо в жизни, тогда моё физическое состояние улучшается вплоть до того, что я чувствую в себе прилив энергии, который позволяет мне выкладываться не только на работе, но и, допустим, в спорте. Ну и ещё одно дополнение. Если вдруг те, кто нас слушают, решат, что я какой-то религиозный человек или человек, который верит в эти все чакры, в энергетические места, то нет, сразу скажу нет. Я в это не верю, но, тем не менее, по себе я замечала такие изменения. Спасибо за откровенность. Очень интересно было услышать. Вот, Настя, если всё, то я хотела бы свою-то позицию озвучить или хотела бы ещё что-то показать. Так, ну, вот что касается меня, мне вот нравится фраза такая известная, популярная, что, да, я не обижаюсь, я делаю выводы. Вот, на мой взгляд, чувство обиды – это детское достаточно чувство, и не всегда люди могут осознать, что прощение, да, не имеет никакого отношения к обидчику. То есть, по большому счёту, кому-то, может быть, абсолютно всё равно простят ли его, да, для кого-то это может быть значимо. Но, в первую очередь, это значимо для самого человека, который чувствует обиду. То есть, этот груз имеет отношение только к тому человеку, который обиду ощущает. И поэтому, по большому счёту, на мой взгляд, прощение нужно этому человеку. Да, вот, ну, можно сказать также, что при помощи обиды люди часто манипулируют, да, своими близкими. Вот, то есть, ну, к двум-пяти годам дети понимают, начинают понимать, что обида – это такое вот, может быть, средство давления на окружающих. То есть, я обиделся, или ты сделаешь так, как я хочу, или я обиделся. Это тоже часто встречается. По большому счёту, что такое обида? Это когда происходит рассогласование ожиданий о должном поведении другого человека с тем, как он себя вёл на самом деле. То есть, мы ждём одного поведения, а человек ведёт себя иначе. И можно говорить, что тот, кто обижается, он не готов принять других людей, и их выбор, вот, не готов принять других людей такими, какие они есть. То есть, хочет прогнуть под себя ситуацию. Такое бывает нередко. Не всегда, конечно. Но, тем не менее, бывает, когда нарушаются договорённости. То есть, допустим, если деловые партнёры, заключён договор, вот, как Настя привела пример, что кинул деловой партнёр, например, то есть, здесь договорённость была нарушена. Но можно сделать вывод и не иметь больше никаких дел с этим человеком. Можно законным образом, ну, или кто как, кому кто-то может быть и незаконным, да, какую-то компенсацию потребовать. Вот. Но это всё, опять же, не имеет отношения к обиде. То есть, произошла такая ситуация. Я сделала свои выводы. Я могу общаться с этим человеком или не общаться. Это будет мой выбор. Но я буду идти дальше, свободный от обид. Вот. Ну, что касается прощения, хочется вот к этому вернуться. Вот. Есть такой опросник. Все психологи, я думаю, знакомы с ним. Это опросник Баса Дарки, который предназначен для диагностики состояния агрессии. Вот. И я нередко в своей практике этот опросник применяла и применяю. Есть там такое утверждение. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. И вот тот, кто проходит диагностику, должен выбрать, да или нет. Это, вы знаете, вот за все годы моей практики, это много достаточно лет, ни разу не было человека, который бы ответил на это утверждение, нет, что он не хочет, чтобы его простили. Каждый, кто проходил опросник, это несколько сотен человек, может быть, даже более тысячи, все отвечают, да. Вот. То есть, по большому счету, людям хочется, конечно, чтобы их прощали. Другой вопрос, как это сделать, и стоит ли прощать, если есть гнев, да, если есть гнев, еще, если обида не изжила себя, как это сделать? Вот. Здесь техник, конечно, достаточно много, но если нас будут слушать нашу беседу, люди, которые испытывают обиду, вот что бы мне хотелось порекомендовать. Ну, во-первых, хотелось бы порекомендовать книгу Колина Типпинга «Радикальное прощение». Вот. И одна из книг, извините, одна из техник, которая приводится в данной книге, эта техника называется «Три письма». Вкратце расскажу о ней, чтобы можно было применить. Итак, первое письмо человек, который ощущает обиду, пишет, описывая в нем все свои чувства, свой гнев, возмущение. Он может обвинять своего обидчика в чем хочет, в предательстве, в обмане и так далее. То есть писать абсолютно все, что чувствует, не ограничивая себя в словах, не ограничивая себя в выражениях никаких. То есть здесь нет на этом этапе, как правило, возможности простить еще. То есть нет готовности такой. Никаких извинений тоже человек не готов принять. И вот это все стоит описать, что я не готов прощать, что я чувствую то-то, 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 ты поступил со мной так-то, так-то. Если будут слезы, если захочется кричать, ну, не стоит себя ограничивать. И здесь очень важное правило, ни при каких обстоятельствах не посылать письмо обидчику. То есть все-все-все писать. После того, как написано первое письмо, его можно убрать в сторонку. Следующее письмо ни в коем случае нельзя писать сразу вслед за первым. Лучше писать его на следующий день. Ну, что пишем во втором письме? Здесь уже гораздо более примирительный тон. То есть человек уже выпустил пар в первом письме, но однако же еще нет готовности прощать. Все еще человек находится в позиции жертвы. Ну, как правило, это второе письмо уже более спокойное. Вот опять описывается все свободно, что хочется. Но, как правило, на данном этапе, когда человек пишет второе письмо, часто обнаруживается, что все-таки этот обидчик, он не такой уж и плохой. что некоторые уже даже готовы понять, почему он так поступил. Вот, то есть, несмотря на то, что люди, когда садятся, это второе письмо писать еще не чувствуют готовности прощать, но открываются уже новые грани. Вот, и третье письмо тоже пишется не ранее, чем на следующий день. И тут уже с какой позиции пишется, для чего эта ситуация произошла, что эта ситуация позволила осознать мне в моей жизни, что, какие выводы для себя я могу сделать, какой урок из этого, из этой ситуации я могу извлечь. Вот, то есть, вот такая простая техника, и в книге рекомендуется провести так называемый огненный ритуал после написания всех трех писем. и связано это с тем, как считает Колин Типпинг, что письма как бы приносятся в жертву огню, вот, такой ритуал вот именно, и просто отпускается, то есть, отпустить вот эту обиду, отпустить вот эту ситуацию. Как правило, если человек не ограничивал себя, если он писал все, что хотел, действительно, получается, простить обидчика. Но, пожалуй, самая сложная ситуация, когда человек не может простить себя за что-то. И вот эти письма можно адресовать и себе. И еще одна из техник, которая мне нравится, при том, когда человек не может себя простить, просто встать перед зеркалом и сказать, я прощаю себя за, сказать конкретно за что прощаешь себя. И далее сказать, что я позволяю себе чувствовать то-то, то-то и то-то, то есть, сказать обо всех своих чувствах. искренне. И, в общем-то, тоже, несмотря на то, что техника простая, она достаточно мощная. Важно сказать это не мысленно, а именно вслух. Как правило, когда человек принимает себя, безусловно, готов принимать себя, то он принимает и других. Опять же, повторюсь, он может быть согласен или не согласен с поступком. Считать поступок неприятным, но это не имеет отношения к обиде. Вот. То есть, обида это, к сожалению, груз, который носит сам обиженный. И повторюсь, что он не имеет отношения к обидчику. Это чувство. Вик, а вот хорошо тебя слушать. прям, знаешь, такой голос, да, голос прям будет, я бы сказал, немного убаюкивающий, но это, наверное, будет не совсем правильно, я бы скорее сказал, такой, знаешь, обволакивающий. Да, наверное, связанный с тем, что я с медитациями работаю немало. Вот, потому что, ну, как-то вот, знаешь, не столько, то есть я, конечно, не за смыслом слежу того, что ты говоришь, да, но вот сам голос для тебя, он какой-то вот, какой-то своей, своей жизнью живет, кажется, от того, что ты говоришь. Это, конечно, да, это круто, это феноменально. Скажи, пожалуйста, Вик, у меня такой вопрос появился, а вот, чисто по-человечески, с житейской точки зрения, как бы ты ответила на вопрос, вот, стоит ли прощать? Ну, конечно, стоит, потому что, как я уже сказала, этот груз обиды лежит на нас самих, да, стоит, потому что это наша боль, это наш груз, не имеющий отношения к обидчику, это то, что мы чувствуем, то, что мы позволяем себе чувствовать. Я считаю, что надо признать в первую очередь свою обиду, да, то есть сказать себе, что, да, я обижен, вот, и прожить ее, погрузиться в это чувство, осознать, что со мной происходит, почему я так реагирую, и уже вот любыми методами, я их, повторюсь, достаточно много, отпустить вот этот груз. Настя, у тебя есть что сказать? Да, Виктория, спасибо большое за интересную литературу, которую вы посоветовали, за тесты, за книгу, к слову, я про эту технику, про технику трех писем слышу уже не в первый раз, мне ее часто советовали мои знакомые, разной возрастной группы, как мои ровесницы, так и женщины, у которых уже были внуки, которые тоже работали с обидами, и более того, я сама пробовала почти такую же технику, там было не три письма, конечно, там было меньше, вот, но я хотела бы обставить свои пять копеек, пять копеек непрофессионала в этой области, я все-таки считаю, что стоит человеку, который, как вы считаете, вас обидел, который, как вы считаете, вас обидел, давать знать о своих эмоциях, то есть, конечно, без оскорблений, без переходов на личности, но не бояться ему, заявлять о том, что такие-то и такие-то его действия вас не устроили по таким-то причинам, вас обидели, вас разозлили, были по отношению к вам несправедливыми и так далее. Почему я так считаю? Не из того, чтобы он к вам проникся и он сразу перед вами начал извиняться, хотя есть такая вероятность, а, наверное, от того, что вы вот копите эти негативные эмоции и переживания в себе, что вам было больно, вам было неприятно, вас это очень сильно обидело, вас это ранило, допустим, ваш лучший друг как-то с вами некрасиво поступил, бесчеловечно или подло, и теперь вы просто понимаете, что вы донесли до этого человека свою боль, то есть она уже больше не закрыта внутри вас, а она как бы ушла. Даже если этот человек не извинится перед вами, не скажет, что да, я был неправ, прости, пожалуйста, я раскаиваюсь, хотя бы вы теперь не чувствуете вот этого вот груза как раз, груза боли, груза обиды, и вот тут начинается вот та фраза, которую вы в самом начале сказали, что я не обижаюсь, я делаю выводы, то есть обида ушла, остались выводы о человеке, вот это я хотела бы сказать. Спасибо, но это важное дополнение, я полностью соглашусь с этим, потому что, ну, на мой взгляд, это и есть то, что вот я, например, называю эффективным общением, то есть когда мы не замалчиваем какие-то проблемы любые в общении с человеком, а говорим об этом, не упрекая даже его, а просто говорим о своих чувствах, позволяем себе это сказать, мы можем обсудить это, как-то обговорить. Да, действительно, Настя, я согласна вот с тем, что человек может даже и не осознавать, что обижает кого-то своим поведением, что он причиняет боль, да, вот, и, конечно, полностью поддерживаю, что говорить нужно. Окей. Наверное, я это скажу немножко. Сложно мне достаточно, потому что такие позиции высказаны были прикольные, мне понравилось, конечно. Вот, но у меня отношение к обидам, точнее, то, как я их вижу, обиды, вообще, как я вижу факт обиды, он такой, более целостный, чем у Виктории, наверное, более такой глобальный, потому что я все-таки считаю, что человек это существо такое социальное, и мы общаемся, общаясь с людьми, мы так или иначе сталкиваемся с тем, что нам неприятно. и я не думаю, что обида это только личный груз человека, а вот, я думаю, что обида это исключительно продукт социального, потому что в первобытном мире обид не было, в первобытном мире если тебе что-то не нравится, ты сразу убиваешь своего, так сказать, противника, и там как бы обид уже нет, ну, если обижаться только на мертвого, как бы, ну, на мертвого обижаться, это весна, забавно, мне кажется. Вот, поэтому обида это исключительно социальный продукт, если обида это социальный продукт, то он имеет и такой же социальную природу и социальное основание. И социальное основание, на мой взгляд, предполагает, что источников обиды несколько, ну, как минимум больше одного. Вот. Это поражает некую сложность, потому что, наверное, слишком сложно говорю, это поражает некоторую сложность, потому что, с одной стороны, да, есть обида в контексте того, кто обидел, в связи с того, кого обидели, безусловно, восприятие обиды. Вот. Но, на мой взгляд, есть обида и с точки зрения вот своей, я садиться, гештат, подхода, говорю, с точки зрения вот именно того, кто обидел. Вот. Это тоже очень важный момент. и мне кажется, что, говоря о жертве, об обиженном, как о жертве, часто делается перекос в сторону вот именно жертвы, и не уделяется должного внимания тому, кто обидел. Хотя, при этом, я поддаю себя в том, что люди, в частности, клиенты, они более охотно обсуждают именно обидчика, чем свои собственные чувства и свои собственные переживания. Значит, что такое обида? Для того, кто? Для того, кого обидели, я с вами путаю, извините. Ага. Значит, обида, это грубо говоря, вот высвечивание в теле личности человека тех разрывов, которые у него уже были до момента обид. То есть обидчик, он не разрывает какие-то представления человека. Он этого сделать не способен. Это способно сделать травму психологическую, но обидчик, вот как если мы говорим об обиде, обидчик этого сделать не способен. Но он способен высветить те разрывы, те незастыковки, те противоречия и конфликты, которые в человеке есть. И если человек сам в своей реальности не то, чтобы смирился с этими вещами, которые у него есть, он делает вид, что их нет. позиция страуса, то обидчик это высвечивает и человек спидмин бой. Но поскольку ранее наш друг решает закрыть на это глаза, на какой-то свой конфликт, на какое-то свое противоречие, то если он на это решает закрыть глаза, то соответственно, когда ему на это указывают, у него возникает желание защититься, то есть желание вернуть себя в прежнее состояние. И обида это вот про это, то есть чисто субъективно, субъективно, с точки зрения процесса, как это происходит у человека, я сейчас не говорю о причинах, не говорю о этимологии, о природе, о том, как это появилось, нет, я честно говорю, с точки зрения процесса, как это происходит непосредственно для человека, это происходит вот так, что я хочу вернуть себя к тому равновесию, которое у меня было до обидчика. Вот, и у меня представление об обиде такое, и когда возникает этот момент, момент обиды, то самое важное это понять какие мои, конкретно мои представления о себе, конфликты выплывают наружу в результате этой обиды. то есть что в результате обиды я о себе думаю, что в результате обиды я чувствую, вот это я солидарен с Викторией в том, что обратить внимание на свои чувства нужно. Вот, и дальше, дальше, дальше нужно действовать в нескольких направлениях. Первое направление это то, о чем говорила Виктория. Здесь я практически полностью согласен, кроме только, ну, даже не кроме, а просто с дополнениями и оговорками, которые предполагает моя такая позиция. Вот, это не исключает того, что обиды являются средством манипулирования и прочее, это не исключает, безусловно. Но, тем не менее, вместе с тем, вместе с тем, излишняя направленность ресурсов, энергии и внимания человека на только свои переживания ведет к созданию такой вот, на мой взгляд, оторванной от реальности, оторванного от реальности образа обида. Тогда как образ обиды и сама обида это реальный результат взаимодействия двух людей. И будучи реальным результатом взаимодействия двух людей, будучи рожденным этим взаимодействием, эта же обида может, условно говоря, ну, так сказать, символически умереть, то есть она родилась в результате взаимодействия двух людей, и она может умереть только в результате такого же взаимодействия. Не обязательно с обидчиком, но в результате взаимодействия. И здесь возникает такая вот проблема. Когда высказываешь, выражаешь обиду другому человеку, то есть два нюанса. Во-первых, я прошу прощения за звуки, у меня тут аэропорт, постоянно самолёты, движки прогревают. Я прошу прощения. Если вы слышите, то извините. Есть проблема, которая заключается в том, что выражая вроде бы как свою боль, свои чувства, свои эмоции, собственно, обиду, я говорю как-то совсем не о том. То есть я вроде бы и высказываю обиду, но я говорю вроде бы не о том. Вот у меня появляется такое вот ощущение, что не то я говорю. Это первое. И второе. Когда человек, которому обида высказывается, он даёт какую-то обратную связь, тоже возникает ощущение, что не то. То есть вот есть такое ощущение, как будто всё это мимо, вот мимо, мимо, просто мимо проходит. Это такое, знаете, ощущение пустого разговора. И мне кажется, что говорить именно об обиде, это процесс, которому учатся. Вычленять из пополка своей внутренней речи, своего мышления, именно вот то, что болит, не защищаясь автоматически и не боясь вот этого чувства уязвимости. Потому что когда ты говоришь об обиде, когда ты говоришь о том, что тебе обидно, о том, что тебе задело, ты переживаешь чувство уязвимости. А нас с детства воспитывают так практически всех нас, вот все, кто, ну, все, абсолютно все, воспитываются так, что уязвимым быть нельзя, слабым быть нельзя. Вот. И вот главное мне, думается, в обиде всё же признать, признать себе и хотя бы внутренне пережить вот это вот чувство уязвимости, что да, я уязвим в этом, в том, чем я обиденый, да, я слаб в этом, в том, где обида, ну, где она чувствуется обида. Вот. И да, я признаю, что здесь у меня вот не броня, а такое вот, ну, мягкое, скажем, тело, да? Вот. И признать это себе и сделать это реальным для других. И вот этот момент, мне кажется, в обиде является очень важным. Признание собственной уязвимости. Как только уязвимость признаётся, она становится частью собственного представления человека о самом себе. И, может быть, то же самое сказала Виктория, просто с другой стороны, но я, как бы, вот со своей стороны говорю о так. И как только уязвимость становится частью представления о себе, как только человек включает в свою реальность вот эту самую уязвимость, она для него становится фактором, с которым он может что-то делать. Вот. Но обида, на мой взгляд, не проходит в результате высказывания, выражения недовольства, в результате принятия уязвимости и прочего. обида, она проходит постепенно по мере того, как для человека снижается значимость того, что у него существует какой-то разрыв. Обида проходит по мере того, как человек не принимает себя даже полностью, хотя это тоже. Ну, то там сказать, что, мне кажется, если человек принимает себя полностью, он и не обидится. Так что, это вот в такой момент. А обида проходит постепенно по мере того, как вот этот вот конфликт внутренний в человеке, он как-то разрешает. То есть, по мере того, как человек решает, что же я буду делать с вот этим вот внутренним конфликтом. Что я буду вообще, как я буду к нему относиться и как я буду его решать. И вот когда конфликт начинает решаться внутри человека, то обида проходит. Ну, я, наверное, с вашего позволения приведу такой пример один, да, потому что я много чего наговорил. Вот, наверное, лет на пять наговорил. Вот. А я приведу пример. А вот я приведу очень простой христиансийный пример упрощенный. Когда, ну, вы все его слышали, безусловно. Когда Сократ выступал на трибуне, на форуме в Древней Греции, он говорил очень колкие, несвойственные вещи для того общества, в котором он находился тогда. Ну, еще бы, не все обладали таким феноменальным логическим мышлением, как он. и людей задевало, что он говорил, и люди ему кричали в ответ, ну, типа, что он осел. Вот. и когда Сократ уходил с трибуны, у него спрашивали, а почему ты не, допустим, не агрессируешься в ответ, в ответ вот на того, кто тебя обижал, на того, кто называет тебя ослом. он говорит, ну, а чего мне агрессировать, я же себя ослом не считаю, я же не осел. Да? Вот это, на мой взгляд, квинтэссенция обиды. Опять же, не с точки зрения этимологии, не с точки зрения образования, а с точки зрения процесса. если я не принимаю на свой счет то, что мне интроицирует другой человек, если я не поддаюсь влиянию, если человек не задевает мое уязвимое место, где у меня нет своего собственного выбора, то я на это не обижаюсь. Вот. Такая вот история. И немножечко по поводу ожидания, я хотел бы сказать, да, то, что обида это ожидание, я совершенно согласен с Викторией, но нужно обязательно дополнить, что ожидание, что такое ожидание, да, что такое ожидание, что представляет ожидание, это желание, это потребность, то есть, вот, допустим, я ожидаю, что мой партнер, допустим, будет честным, так же, как и я, да, я вот честный партнер, я ожидаю, что он тоже будет честный. Мое ожидание честности здесь, это потребность в безопасности, потребность в стабильности, потребность в определенности И можно сказать, что если человек боится быть обманутым, если такой страх присутствует обманутым, недоверие, можно так сказать, недоверие еще, то если человек боится быть обманутым, то у него есть проблема. Проблема в собственной должности. Если я приводчик, я нуждаюсь в безопасности, нуждаюсь в стабильности. И получается, что здесь, опять же, как правильно сказала Виктория, происходит всего рода манипуляция, когда потребности нуждаюсь я, стабильности нуждаюсь я, но ответственность за это я перекладываю на того, кто со мной взаимодействует. И если человек по какой-то причине вдруг меня обманывает, то я воспринимаю это как обиду, и, ну, я понимаю, это пример такой, достаточно такой простой, но я для иллюстрации его привожу. Я воспринимаю это как обиду, его обман, и, соответственно, мне запускается механизм рекетного чувства. Спасибо большое, Андрей, за твое мнение. Я хотела бы выразить свое. Я могу или, возможно, в Виктории есть тоже что добавить? Ну, я думаю, чтобы у нас хватит вполне времени на то, чтобы это высказался я. Поэтому с удовольствием послушаю. Ну, в первую очередь я очень рада, что меня все же пригласили поприсутствовать, потому что я применяла разные стратегии для работы со своими проблемами, и я могу тоже как-то вот поделиться своим опытом, и мне есть что сказать. Я согласна с Викторией и с Андреем, что в первую очередь нужно признать свою уязвимость, в первую очередь нужно простить себе обиду, простить себе и разрешить себе, дать себе право на то, чтобы обижаться. Я согласна с тобой, Андрей, в том, что нужно работать над, в первую очередь над своими чувствами, не над обидчиком, не над поведением обидчика, а искать причину в себе и работать над собой. Но я бы все-таки не исключала и работу, и общение с обидчиком, и раскрытие вот этой самой уязвимости обидчику. Все-таки я считаю, что нужно комплексно подходить к работе над обидами и работать как вот на внешний, окружающий мир, так и на внутренний. То есть делать акцент и на себя, и на людей, которые тебя когда-то обидели. Когда ты уже все обговорил с этими людьми, ты можешь ставить уже галочку и уже на 100% погрузиться в себя. Потому что ты там сделал уже все, что ты мог сделать. Все, тебе уже эти люди ничего не дадут, тебе уже нет смысла еще раз с ними контактировать, еще раз с ними общаться. Ты сказал то, что наболело, сказал то, что ты чувствовал. Их поведение, их там реакция показала тебе тоже и, ну, дала тебе право делать свои какие-то выводы, а теперь ты можешь уже работать над своими чувствами. Но это лишь мое мнение, мнение обывателя, поэтому я вот на своем опыте убедилась, что это нужно все делать, эти меры нужно делать комплексно, их нужно вместе делать, а не что-то, чем-то пренебрегать. Всегда было интересно, что такое обыватель. Что делает обыватель? Он обывает или вот что? Я понимаю, что это значит, я понимаю значение этого слова, но какой же она... Хорошо, я, может, не совсем правильно... Не-не, это просто шутка, это просто шутка для... Немножко, чтобы разбавить нас, что так мы очень серьезно, мне кажется, арнофер. Я хотела сказать, что, опять-таки, я человек, у которого, ну, самые-самые-самые поверхностные знания в психологии, то есть я плохо знаю историю психологии, точнее, не то, что плохо, я вообще ее не знаю. Я, может быть, знаю каких-то ключевых родоначальников психологии или философии, но с их трудами я глубоко не ознакомливалась. Я лишь следовала тем советам, тем рекомендациям, которые мне давали либо специалисты, либо те люди, которые считали себя специалистами, либо то, что я искала вот в интернете. Поэтому, опять-таки, это мнение не профессионала, это мнение человека, который вот пользовался, применял на практике. Я не считаю свое мнение истинное в последней инстанции, я не считаю, что то, что, допустим, сработало на мне и у меня, обязательно получится на ком-то другом. Но, возможно, кто-то, кто будет слушать нашу дискуссию и будет слушать меня в том числе, он какой-то получит инсайт, и, может быть, он это попробует, и у него это получится, и, может, даже лучше, чем у меня. Спасибо, Настя. Для меня вот, например, то, что ты говоришь, очень ценно и важно, и именно потому, что ты не с позиции психолога оцениваешь все, а самое главное ведь то, как оценивают не психологи, а те, кто приходит к психологам, да, вот насколько, ну, что изменилось в жизни после консультации, после совместной работы. Да. Вот, и тоже хочу сказать, Андрей, спасибо, очень интересно было слушать и согласна, в общем-то, со всем, что ты говорил. Единственное, что с позиции вот кризисного психолога, да, хочу заметить, что первоначальная обида, ну, вспомнить, да, о детских травмах, которые есть у многих очень, вот, и первоначальная, и самая сильная, как правило, обида, который не всегда осознается, которые очень глубоко-глубоко куда-то задвинута, это обида на родителей, вот, то есть те ситуации, которые привычны с детства, те чувства, которые привычны тоже с раннего детства, они потом воспроизводятся снова и снова и снова и снова в общении с другими людьми. Вот это последствия той травмы, которую получил ребенок. И для того, чтобы полностью изжить обиду, да, осознать, что происходит, вот отсюда все это сопротивление. Я помню, Андрей, ты сказал, что вот важно вернуть то состояние, которое было до нанесенной обиды, до обидчика, да, вот эти... Дело в том, что да, это так, но часто человек даже не помнит, когда так было, потому что с раннего детства несет этот груз обид, не осознает этого. То есть очень важно вернуться к первоначальным, вспомнить вот эти вот первоначальные обиды, если они беспокоят. Конечно, не надо копаться, да, если нет беспокойства, если это уже проработано. Если человек осознает, что действительно я еще это не прожил, что это во мне, да, я это все время загоняю куда-то глубоко, но мое поведение, мое состояние сегодняшнее с этим связано, что детские травмы напрямую влияют на мое сегодняшнее состояние. Вот как только это осознание придет, как только это будет проработано, вот тогда можно говорить уже действительно о свободе. Я согласен с тобой, Вика, вот, но тут, наверное, такой, просто я не спорю, я не спорю с тобой, ни в том случае, просто, ну, я даже не знаю, как это называется, такой, такой, какой-то фидбэк, да, то есть просто на свою рептику, я не хочу, чтобы ты вот понимал, какой-то контр, вот, я не выступаю против. Просто мне думается, что, понимаешь, вот, с точки зрения клиента, обиды вообще никак не дифференцированы, она никак не структурирована вообще. С точки зрения клиента, обиды это что такое? Это агрессия, это, ну, в зависимости от личности человека, это агрессия, это фрустрация, это, ну, то есть, вот, такое ощущение незавершенности, а ощущение какое-то такое, да, это подавленность, это грусть, это паника, это страх, это некая боль, это вообще никак не структурировано. И вот вопрос полезности структурирования, он, ну, на мой взгляд, наверное, самый такой деликатный. И зависит он исключительно от, наверное, психодиагностических способностей специалистов, потому что если психодиагностические возможности у специалиста есть, и они хорошие, то, да, структурирование, это, в общем-то, пойдет на пользу вас, возможно. Но если психодиагностические возможности не большие, или возможности провести такую диагностику нет, структурировать опасно, как для самого специалиста ввиду ошибочных данных, так и для самого клиента ввиду нанесения ему повышенного вреда, как я считаю. Вот, поэтому я думаю, что не так важно, даже не так сказать, не важно. Обида по своей природе мне видится оторванной от детских травм. Она может быть в результате детских травм, но тогда на ней делается акцент. То есть это то, что человек несет вообще по жизни. То есть он может сказать, я всегда обижаюсь на критику. К примеру, вот всю жизнь я обижался на критику, всю жизнь я, Балерина, реагировал на критику. А когда это началось? Извини, что перебиваю, но дискуссия подразумевает просто вот такое непосредственное общение. Вот, если спросить человека, когда это началось, и если даже он скажет, что это было всегда, и все-таки попросить вспомнить какой-то возраст, опять же, есть многочисленные техники, которые позволяют вернуться воспоминаниями в детский возраст, то люди могут вспомнить и самые ранние, может быть, даже не первые какие-то обиды свои, но тем не менее ранние, вот то, что вспоминается. И когда мы говорим о субличностях, о том, что вот это ребенок, который чувствует обиду, что происходит сейчас в отношениях, то, как правило, люди понимают, что вот этот паттерн поведения, то есть вот эта модель поведения, которая закрепилась тогда, то есть все-таки осознается вот эта связь, вот что я добавить хотела. Все так, все так, все так, все так, все так, вот абсолютно согласна. Просто я что хочу сказать, что обида возникает не только на основе негатива, негативного опыта, но и на основе позитивного. И в этом смысле обида амбивалентна. Вот я что хотела сказать. Да, но в этом плане я согласна, то, что это не обязательно, конечно, не обязательно в связи с детскими травмами. А вот то, как человек справляется с обидой, да, тут я бы склоняюсь больше к такой идее, что, ну, не к такой идее, а к такому представлению, мнению, что все-таки если обида идет из детства, если человек с ней, вот, как бы, ну, всю жизнь, то да, она его грызет, да, она ему жизнь, как бы, конечно, усложняет, но он с ней привык, более-менее, то есть он как-то научился, худая, бедная с ней как-то существовала, там, если человеку 30-40 лет, да, за всю жизнь, он уже знает, что вот сейчас мне сказали, он знает, что вот, сейчас все, сейчас будет как все, как обычно, кровь, кишки там, и так далее, вот, но если обида возникает не в результате прошлого опыта, а вот, как раз-таки на основании отсутствия опыта, это более травматично, и человек оказывается неподготовленным к этому, вот. Вот, мне кажется, что говорить об обидах, которые имеют детско-родительскую этимологию, говорить об этих переживаниях как об обиде, мне кажется, не совсем с точки зрения, с точки зрения терминологии будет правильным. Конечно, детско-родительские обиды есть, но я бы их выделил в особую группу. То есть, если говорить про обиды, которые родом из детства, детско-родительские обиды, то их так и называют, так нужно и назвать, детско-родительские обиды. И тогда все последующие обиды, это просто репродукция вот тех самых переживаний еще, вот. А обиды как таковые, в бытовом смысле, это все-таки вот, наверное, что-то такое не связанное, как мне кажется, с детско-родительскими отношениями. Вот, ну что ж, у нас осталось примерно минутка, пару минут, вот, я так полагаю, да? Нужно быстро-быстро на скорости флэша все рассказывать. Ну что ж, давайте тогда, это первый опыт мой таких бесед, это первый опыт Анастасии, насколько я знаю. Да, да, это первый мой опыт. Вот, для тебя, Вика, это не первый опыт, я так понимаю. Ну, если говорить о формате аудио, то тоже первый, вот, потому что раньше дискуссии все-таки в других форматах велись, обычно очные, то есть присутствовали все вместе, это было какое-то мероприятие, и вот, вследствие диалога, наверное. Какие у вас впечатления? Ну, мне было интересно, мне было интересно поработать в формате с двумя специалистами, причем одного специалиста, вот, Викторию, я вообще не знала, я в первый раз с ней познакомилась. Вот, и тема была выбрана, ну, неожиданно, то есть я в этой теме, как мне показалось, я очень сильно плаваю, и у меня очень мало знаний, поэтому мне было интересно послушать то, что скажете вы, то, что скажете вы по тем моментам, которые я озвучила, то, как вы будете направлять беседу, то, как вы выражаете свое мнение, я почерпнула для себя новые знания, новые вещи, и я была рада высказать свое видение. Нет, собственно, я хотела еще пару слов вставить, но если у нас поджимает время, то да, давайте тогда, ну, закругляться. Вот, но если нет, я бы хотела, да, еще вставить пару слов по обиде. Ну, у меня минут пять есть еще, я думаю, что мы успеем уложиться. Ну, это, наверное, будет не совсем корректно, то, что я высказала сейчас свое мнение по беседе, но вы с Андреем остались как бы без внимания, может быть, лучше вы выразите свое мнение, а потом я уже доскажу то, что я хочу или как, или на ваше осмотрение. Я послушаю с удовольствием. Я послушаю. Они были свои обстоятельства, которые привели к тому, что они стали чем-то стали, и если раньше я на них обижалась из-за того, что, в частности, на отца, из-за того, что мне недостаточно заботы было, недостаточно любви, нежности, вот в основном как девочки, как девушки, вот, хотя родители у меня хорошие, они мне многое дали, вот, то потом со временем я поняла, что они жили в таких условиях, когда их родители много работали, их родители много проводили времени на работе, и когда они приходили со школы, они были предоставлены сами себе, то есть мама с папой, они делали уроки, там, занимали себя чем-то чтением, рисованием, прогулками с друзьями или шитьем, и им просто было сложно брать ту модель семьи, в которой папа дарит цветы маме часто, или мама уделяет много времени детям и семье, потому что мои бабушки и дедушки, они много работали на благополучие своих детей, вот, поэтому, если кто-то держит обиду на своих родителей, возможно, ну, ситуации, опять-таки, бывают, конечно, разные, но, возможно, просто стоит посмотреть, пообщаться, послушать о том, как мама с папой жили в детстве, чтобы просто понять, что это не берется из ниоткуда, семья и межличностные отношения в семье просто так в человеке, на мой взгляд, не будут взросшены, нужно, чтобы была модель, нужно, чтобы был какой-то пример перед глазами. Вот это то, что я хотела сказать. Супер. Спасибо. Спасибо. Ну, что ж, мне очень понравилось. Это было круто, это было здорово, это было интересно. Ну, вот, я вас благодарю, вот, обеих, да, то, что наше время, за то, что, так сказать, принято приглашение. Спасибо вам. Спасибо тебе за приглашение, да. Да, я тоже хочу вас поблагодарить, тоже понравился мне такой формат общения, ну, и хочу сказать слушателям, потенциальным нашим дослушателям нашей беседы, чтобы они все-таки задумались о принятии себя в первую очередь, насколько вы принимаете себя, вот, потому что отсюда, от непринятия вырастает множество-множество сложностей жизненных. В таком случае, всего доброго, всего доброго всем, вот, будем на связи. Да, всего хорошего. Всего хорошего и рада была пообщаться с вами двумя.